Отделению Сбербанка в деревне Тайторка у Сольского района больше 70 лет. Ещё в далёком 1948-м здесь были привычные для того времени почтово-телеграфные сберегательные кассы. Уже тогда люди заботились о своём финансовом благополучии. Теперь о сохранности средств и комфорте клиентов заботится Сбер. Несколько месяцев назад этот небольшой сельский офис полностью обновили. Сделали ремонт, установили пандус для малогабаритных групп населения и современный банкомат с биометрией. Изменилось внутреннее наполнение филиала, более комфортное стало зона ожидания. Появились мягкие диваны, детский уголок для наших маленьких клиентов, появился кондиционер, тепловая завеса. Установили банкомат самого последнего образца и появился постамат Сбер-логистики для того, чтобы клиенты могли получать посылки. Ремонт в офисе делали по новым экологическим стандартам. Это первый сельский офис подобного формата. Так, например, люминесцентные светильники здесь заменены на более экономичные, яркие и при этом полностью перерабатываемые светодиодные. Чугунные радиаторы отопления на высокоэффективные, биметаллические. У нас большой здесь проект реализован по ИСЖ, потому что здесь у нас и сбор раздельный мусора, и батарейки. Самое уникальное, наверное, что здесь есть и где нет у нас вообще ни в одном офисе Байкальского банка, это солнечные батареи, которые на 60-70% обеспечивают электроэнергию именно этого офиса. Сбербанк сделал подарок и для маленьких посетителей. Теперь здесь есть детская библиотека. Разместить полки с книгами в офисе банка предложила блогер и искусствовед Анастасия Сосновская. В каждую библиотеку мы стараемся ставить от 80 до 90 книг, плюс-минус 85-86. И у нас сейчас открыта одна библиотека в селе Покосном-Подбратском, одна в Искуте, одна у нас была открыта в Иркутске. Мы планируем открыть еще шесть библиотек, я думаю, в течение ближайших полугода. Новый современный офис в Тайтурке – отличный пример пусть небольшого, но максимально функционального и комфортного отделения Сбера. В Тайтурке всего один сотрудник обслуживает клиентов, но им доступен максимально широкий перечень возможностей, который сегодня предоставляет населению большая цифровая экосистема Сбера. Это и финансовые услуги, и популярные нефинансовые сервисы. Екатерина Саравацкая, Артур Ощупкин. Новости сейчас.